Здравствуйте! В эфире программа «Республика» с главными событиями четверга. Познакомят мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня в выпуске. Голубое топливо в Заволжье. Проект, который планировался еще 8 лет назад, начал воплощаться в жизнь. Сохранение занятости и снижение налогов. В правительстве Чувашии обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса. Лук, морковь, картофель. В Чувашии полным ходом идут весенние полевые работы. На 6 мая по оперативным данным в Чувашии 892 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 48 за последние сутки. 161 человек выздоровел, летальных исходов по-прежнему 8. И сегодня глава государства Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства и руководителями регионов. Обсудили реализацию ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Главы регионов выступили с докладами о том, как реализуются принятые в марте-апреле решения, направленные на поддержку граждан и экономики. Вторая часть совещания – конкретные шаги по выходу из ограничений. При этом Владимир Путин подчеркнул, что нельзя забегать вперед, неосторожность или поспешность могут обернуться откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность жизни и здоровья людей. Выход должен быть аккуратным, постепенным. Эти меры необходимо выработать до 11 мая. Под постоянным контролем глав остается ситуация с распространением коронавируса и оказанием медицинской помощи заболевшим. В Чувашии в несколько раз увеличилось количество проводимых тестов. В связи с проводимым количеством тестов появляется большее количество подтвержденных случаев заболевания. Но здесь очень важно отличить два составляющих. Не все подтверждения являются тяжелыми случаями клинической болезни. Очень важно смотреть на то, сколько человек находится именно в тяжелой или средней форме. Это говорит о том, что наше медицинское учреждение превентивно проводит амбулаторное лечение и выводит людей в легкой форме уже из болезни. И поэтому вот эти все показатели нам будут давать возможность принимать решения. У нас в Чувашской республике большинство промышленных предприятий уже функционирует, осуществляет свою деятельность. Конечно же, при строгом соблюдении всех мер безопасности. Мы видим возможность разрешения работать тем торговым предприятиям, которые стоят обособленно, имеют один отдельный вход. И в одном помещении находится одно юридическое лицо без арендных отношений. В случае, если они оформят соответствующую декларацию безопасности, возьмут на себя ответственность на то, чтобы соблюдать все меры безопасности, то, конечно же, мы, скорее всего, уже в ближайшее время соответствующее решение примем. Сохранение занятости и поддержка бизнеса – одна из основных антикризисных задач правительства Чувашии. О мерах поддержки предпринимателей говорили на совещании в Доме правительства. Государствам уже предложено несколько пакетов мер для бизнеса. Они касаются снижения налогов, арендной платы, субсидий на зарплату, приостановки проверок и взысканий со стороны ФНС. Правительство республики уже приняло ряд нормативных актов. Только за прошлый месяц одобрили 39 заявок о реструктуризации договоров. Изменились и правила предоставления экспресс-микрозаймов предприятия. Во два раза вырос беззалоговый займ до 1 миллиона рублей. Увеличился и срок предоставления. Теперь он составляет 36 месяцев. По новым условиям микрозайм получили 10 субъектов на сумму 22 миллиона. За предоставлением отсрочки на сегодня обратилось порядка 27 обращений 23 организации. По большинству случаях принимается решение и, соответственно, они получат данную отсрочку. Предоставление зарплатных кредитов МСП банков осуществляется. На сегодня подано 14 заявок, порядка 40 миллионов рублей. С середины марта Управление Федеральной налоговой службы Почувашия не принимает решения о банкротстве. Сейчас в подобных процедурах или на пути к ним более 200 организаций. До конца мая приостановлены меры взыскания с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И не принимаются решения о приостановлении операции по счетам в банках. Для приостановления мер взысканий не нужно подавать заявление в налоговый орган. Эта мера распространяется на всех налогоплательщиков, которые состоят на налоговом учете в республике. Отдельно обсудили и ситуацию в сфере туризма. Всего в нашей республике работает более 200 агентств. Только за прошлый год в Чувашию приехало 250 тысяч туристов. И для сохранения потенциала отрасли необходимо поддержать предприятия, которые оказались в тяжелом финансовом положении. Сейчас ожидаются дополнительные меры со стороны правительства страны, так называемый третий пакет по поддержке российской экономики. В Рио главы Чувашии заверил, эти меры незамедлительно будут реализовываться на территории республики. Очевидно, все эти меры у нас прежде всего направлены в связи с поручением и посылами президента, чтобы поддержать прежде всего простых граждан. И ввиду того, что эти простые граждане для вас являются сотрудниками, работниками, и через поддержку именно хозяйствующих субъектов, мы ожидаем соответствующие отношения к простым людям, с тем, чтобы они вот эти сложные времена также прошли с минимальными потерями и ущербом. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Информационный сервис о мерах поддержки в условиях коронавируса на днях запустило правительство России. Исчерпывающую информацию о действующих в России мерах поддержки граждане и бизнес могут получить в специальном разделе на официальном сайте правительства. Здесь объединено около 80 различных мер. Они сгруппированы как по категориям получателей, граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей – финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера. В каждом разделе дается подробное описание, сроки предоставления и инструкция о том, как ее получить. Социальные меры – это увеличение пособия по безработице, дистанционная постановка на биржу труда. Поддерживают и семьи с детьми. Те, кто воспитывает детей от 3 до 7 лет, выплаты начнут получать уже в июне этого года. А не в июле, как планировалось ранее. Поддержка адресная, значит, предоставляется тем, кто в ней особо нуждается. Это семьи, в которых доход на одного человека меньше прожиточного минимума. В Чувашии сумма выплат на одного ребенка составит 4700 рублей. С заявлением о предоставлении этой выплаты граждане могут обратиться с 20 мая текущего года. Для получения выплат необходимо будет представить одно заявление. Других документов, каких-либо справок представлять не потребуется. Для получения этой выплаты семьи могут обратиться через единый портал государственных услуг, либо через многофункциональные центры нашей республики, либо через отделение социальной защиты. В условиях ограничения приема граждан рекомендуем зарегистрироваться на едином портале государственных услуг для того, чтобы решения о предоставлении выплат принимались более оперативно. Есть и региональные меры поддержки. Так, в Чувашии впервые за 8 лет проиндексировали и материнский капитал. Соответствующий указ в конце апреля подписал в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Сумма увеличена на 50 тысяч и теперь составит 150 тысяч рублей. Получить его могут семьи, которые еще не распорядились средствами маткапитала. На удаленке поле не посеешь. В Чувашии полным ходом идут весенние полевые работы. Об этом и не только речь шла сегодня на еженедельном совещании в правительстве республики. Подробнее Рефат Фаткулин. На работников сельхозотрасли режим самоизоляции не распространяется. Их задача крайне важна – обеспечить республику запасами зерновых и зернобобовых культур, чтобы после стабилизации эпидемиологической ситуации полки продуктовых магазинов не опустили. Яровой сев в этом году планируется провести на площади 305 тысяч гектаров. Из-за теплой зимы в поля вышли рекордно рано. К яровому севу в текущем году приступили 31 марта, что является самым ранним выходом за последние 10 лет. На текущую дату посеяно 53 тысячи гектар яровых зерновых культур в прошлом году. На эту дату было посеяно 130 тысяч гектар. То есть мы опаздываем примерно на 7-8 дней. Высаживают и ранние овощные культуры – лук, морковь, картофель. Хозяйство в полном объеме обеспечено семенами и необходимой техникой. Обсудили и вопросы завершения отопительного сезона. С сегодняшнего дня тепло начнут отключать в столице республики. Решение перекрыть вентиль принимается каждым муниципалитетом индивидуально. По данным оперативного мониторинга, просроченная задолженность организации ЖКХ по оплате топливно-энергетических ресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 3,4% и на 1 мая 2020 года состояло 3,181,000,000. Одной из действенных мер по снижению задолженности, наряду с активизацией разъяснительных, а также претензионно-исковых работ с потребителями, является модернизация объектов теплоснабжения. В 18-19-х годах за счет средств республиканской и местных бюджетов построены 9 бочно-модульных котельных. Тепло в домах прекращает поступать после того, как среднесуточная температура воздуха продержится не ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика. Первые километры газопровода проложены в заволжье. Проект, который планировался еще 8 лет назад, наконец начал воплощаться в жизнь. Очередная партия труб готовится к укладке под землю. Более 8 километров по территории Чувашии уже проложено. Всего 21 километр газопровода даст доступ к голубому топливу шести населенным пунктам в заволжье. Основную магистраль, которая тянется из Мариэл в Чувашию, прокладывает «Газпром» за счет собственных инвестиций. Ответвление же до населенных пунктов обеспечивает республика. С «Газпромом», с населением проводили общественные обсуждения, публичные слушания. В принципе, проекты готовы, находятся на экспертизе. На один проект мы экспертизу уже получили в Октябрьском. А даже на два мы получили уже экспертизу. В бюджете сейчас на два населенных пункта средства предусмотрены. На внутрипоселковую сеть в этом и 2021 годах направят 154 миллиона рублей. Довести газ планируют до поселков Северный, Пролетарский, Первомайский, Октябрьский и Сосновка. Голубое топливо подведут и к базе отдыха «Росинка», санаторию Чувашия и дому отдыха «Кувшинский». Производство работ на этот год, что запланировано? Трубу мы закачиваем, да? Да, мы в этом году планируем закончить технологическую часть трубопровода, провести испытания на ней все необходимые. Сегодня уже в ходе общения появилась идея, когда у нас дорожная сеть представлена одной лишь автотранспортной дорогой, это, конечно же, скорее всего, будет создавать неудобства, в том числе для занятий спортом. Прежде всего, тех спортсменов, которые у нас круглогодично проходят спортивные сборы в спортивном лагере «Росинка». И в этой связи от строительства вдоль дороги такого объекта, который будет называться пешеходной дорогой и велодорогой, на мой взгляд, очень перспективно. С газом в Заволжье придет комфорт – это факт. К тому же, это сделает территорию инвестиционно привлекательной для бизнеса и, само собой, туризма. Ирина Волка, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. 60 миллионов – наличные нужды. Прокуратура Московского района Чебоксар поддержала гособвинения в отношении 46-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении четырех эпизодов преступлений, совершенных в особо крупном размере. С апреля 2014-го злоумышленница под предлогом получения денег на строительство многофункционального здания с помещениями под офис, спортивные залы и кафе с общей площадью около 4000 квадратных метров похитила у потерпевших более 60 миллионов рублей. Деньги подсудимая потратила на личные нужды. Здание же так и не было построено. Денежные средства потерпевшим так и не возвращены. С учетом позиции прокуратуры суд признал подсудимую виновной в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Данный приговор в законную силу пока не вступил. Отмечаем, что на имущество осужденное, в том числе на объект неизвершенного строительства, был наложен арест. Ветераны, проживающие на территории Чувашской республики, уже получили все федеральные и региональные выплаты, приуроченные к 75-й годовщине Победы. Но праздник еще впереди. О текущей подготовке к 9 мая в новом формате говорили сегодня в Доме правительства. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе парад под окнами ветерана и концертные площадки во дворах решили отменить. Празднование 75-летия Победы полностью перейдет в онлайн-формат. Для того, чтобы каждый житель смог стать частью главного праздника страны, в сети запустили множество акций и флешмобов. Более 6 тысяч человек приняли участие в акции «Вместе гордимся!» На портале кап.ру создали общую галерею памяти. Все те истории, которые вы размечаете в сети интернет, собрать в одну единую ленту, чтобы это было уже в одном месте и на долгое-долгое время. Причем мы здесь маленько расширили те инициативы, которые были сделаны. Кроме видеообращений мы еще пытаемся с каждого собирать карточку о том человеке, подвиг которого вы представили в своих видеообращениях. 9 мая основные праздничные акции пройдут в эфире федеральных телеканалов. В 19 часов после всероссийской минуты молчания всем жителям предложат подойти к окну и, держа в руках фотографию ветерана, спеть песню Давида Тухманова «День Победы». В 22 часа всех жителей, всех городов России и сел предлагается подойти к окнам и зажечь фонарики. Это могут быть свечи, это могут быть фонарики телефонов, смартфонов, это могут быть просто фонарики. Но самое главное в 22 часа у окна зажечь свет. Цель этой акции – свет победы или фонарики победы – поучаствовать и продемонстрировать единение в тот момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с бессмертным полком. Но мы можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности 9 мая в День Победы. Также каждого ветерана ждут памятные подарки. Их адресно, по предварительной договоренности и с соблюдением всех санитарных мер доставят волонтеры Победы. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика. К 75-летию Победы Госархив современной истории подготовил электронное издание о Чувашии в годы Великой Отечественной войны. В сборнике 30 разделов именно столько районов было в Республике в то время. Это издание – дань памяти тем, кто ковал Победу в тылу. Хронологические рамки электронного издания охватывают преимущественно военный период, хотя встречаются документы и более позднего времени. Масштабную работу по выявлению документов провел Госархив современной истории Чувашской Республики. Мы постарались в рамках этого электронного издания охватить все нюансы, все стороны войны. Это и начало войны, мобилизацию военнообязанных и добровольцев, это и мобилизация транспорта в районах Чувашии, это и обучение населения противохимической и противовоздушной обороны, плюс военная подготовка, это и создание каких-то отдельных истребительных батальонов, либо подразделений, которые должны были на случай вторжения врага вглубь страны, скажем так, отразить его атаки. Это и дальше, конечно же, помощь фронту. Ишлейский, Калининский, Кувакинский, Октябрьский, Первомайский, Советский, Сундерский, Чурачекский и Шихазанский районы. Этих названий сегодня нет на карте Чувашской Республики, но трудовой подвиг жителей остался и в документах, и в памяти. На протяжении всего военного периода в районах республики была развернута масштабная работа по поддержанию обороноспособности страны, оказанию помощи фронту и бойцам Красной Армии. Ознакомиться с видеопрезентацией электронного издания района Чуваши в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов можно на сайте Государственного архива современной истории Чувашской Республики в разделе «Электронные издания и публикации» и в социальных сетях. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Масштабная народная акция «Наш День Победы», где регионы Приволжского федерального округа передают друг другу песенную эстафету, дошла до Чуваши. Легендарная песня зазвучала на чувашском языке. Песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова знакома всем жителям нашей страны. Но благодаря акции «Наш День Победы» теперь она зазвучала по-новому. Все регионы Приволжского федерального округа сегодня услышат ее на чувашском языке. Любой текст, и поэтический, и прозаический, и драматический, можно сказать, с любого текста на чувашский язык переводить очень легко. Язык очень свободный. Все детали жизненного бытия в чувашском языке имеются. Перепет для перевода. До этого песню исполнили на мордовском, марийском, удмуртском, башкирском, татарском языках. К акции подключились 11 регионов ПФО. И все мы немного больше узнали наших соседей. В годы войны в Республику Татарстан было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов. Развернуто больше 50 ивакогоспиталей. Из Куйбышева вещал диктор информбюро Юрий Левитан. От него вся страна узнавала сходки с фронта. И в каждом из нас еще больше гордости за подвиг дедов и прадедов своего народа и страны. За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла пятая часть населения республики. А это 208 тысяч ее жителей. Каждый второй не вернулся в родные края. Имена уроженцев республики Героев Советского Союза высечены на стелле в Парке Победы, где каждый год 9 мая собираются тысячи жителей Чувашии. Они вспоминают своих родных, близких, знакомых, земляков. И в память о каждом участнике Великой Отечественной войны возлагают цветы к вечному огню. Конечно, в этом году в День Победы здесь будет безлюдно. Но истории победителей хранятся сейчас во всемирной сети под хэштегом «Вместе гордимся!» Парле Мухтанатпар. Проекту, инициированному в Рио главы Чувашии Олегом Николаевым, присоединились не только жители республики, но и Чувашии, проживающие в других регионах. «Танк Т-34, выстоявший во многих сражениях, загорелся от снаряда. Машина была объята пламенем, члены экипажа потеряли сознание. Сержант Галкин, сам весь израненный, вытащил остальных членов экипажа из горящего танка. Потом его наградили медали за отвагу». Как поется в песне, этот день приближали как могли не только те, кто был на поле боя, но и те, кто, не зная отдыха, трудился на заводе и в поле. Те матери, что провожали на фронт детей. Кстати, в Чувашии материнской вере и стойкости посвящен отдельный памятник. Установили его в честь Таюки Неме, крестьянки Татьяны Николаевой, которую проводила на фронт всех восьмерых сыновей. И только одного вернула ей война. И, как считают артисты, принимавшие участие в исполнении песни «День Победы», даже 75 лет спустя этот день – радость со слезами на глазах. «Тяжело сдерживаться, но мы артисты, понятно. Иногда бывает, на самом деле, пробивают слезы, все подкатывает к горлу. И даже в этот раз, когда мы исполняли эту песню, надеюсь, что все-таки 9 мая мы исполним. И не раз, несмотря на всю эту пандемию, наши старики, наши ветераны и не такое выдерживали». Завтра Чувашская республика передаст эстафету Кировской области. И вновь все вместе мы споем песню «День Победы». В региональном центре по хоккею уже пробуют заливать лед. Строительство крытой ледовой арены началось в 2019 году. Пандемия не остановила работы. Сдать объект в эксплуатацию планируется в ближайшее время. Скорость и качество возведения на должном уровне. Большая часть работ уже закончена. Установлено современное холодильное оборудование. Налажена система водоподготовки для создания качественного и однородного покрытия. Смонтированы вентиляционные установки. Сейчас намораживается лед и благоустраивается прилегающая территория. «Это первый крупный объект, который в этом году реализуется в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». И я уверен, что 1 июня центр будет сдан в эксплуатацию. Это будет прекрасным подарком всем жителям нашей республики, всей спортивной общественности в рамках празднования 100-летия Чувашеской автономной области». В спортивный комплекс входит ледовый каток, зрительские трибуны, тренажерный зал. Дополнительно предусмотрены душевые и раздевалки. Общая площадь здания составляет 3200 квадратных метров. «Красивый современный ледовый дворец, где могут с утра до позднего вечера заниматься наши мальчишки, воспитанники и Чебоксары, и Новочебоксарска. Также будут здесь принимать участие на сборах сельские команды из районов. Мы будем проводить с ними сборы, учебно-спортивные игры проводить, проводить семинары для тренеров сельских команд». Проверив готовность льда, министр спорта Чуваши Василий Петров с представителями спортивного сообщества присоединились к международной акции «Сад памяти». Вместе они высадили на территории хоккейного центра молодые хвойные деревца, почти в подвиг спортсменов, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Решили поучаствовать в акции у центра хоккейного, посадить елочки в память павших воинов всех. Будем приезжать, смотреть, следить, надеемся, они будут хорошо расти». Посетить центр и попробовать свои силы на льду смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители. После открытия арены пять занятий в неделю выделят для массового катания горожан. Валерия Друженец, Бахтияр Велиев, Республика. Это главные новости к этому часу. Оставайтесь дома, а я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова